Приветствую вас. Я думаю, что первое, что вам можно сделать, это изучить самостоятельно тему треугольника Карпмана, то есть так и пишите треугольник Карпмана в поиске любом и изучайте эту историю, потому что вы находитесь сейчас в очень зависимых отношениях, вот, и, соответственно, отсюда все в некотором смысле ваши трудности, потому что ваша мама живет своей жизнью, вот, она вполне может понимать, что вы уйдете, она останется, что у нее, ну, кроме, собственно, отчима, вот, возможно, никого больше и не будет, это не может ее не беспокоить, вот, плюс ко всему здесь, как я уже сказал, вам можно изучить треугольник Карпмана, вот, который очень хорошо, на мой взгляд, ну, вот, демонстрирует то, что вот с вами сейчас происходит, то есть, то есть вы пытаетесь спасти свою маму, пытаетесь спасать ее, вот, хотя в действительности речь идет не о маме, да, а о вас, вы хотите, вы пытаетесь помочь себе, и, если честно, то вас, конечно, можно понять, но, опять же, по современным меркам вы достаточно уже взрослый человек, чтобы самостоятельно себя обеспечивать, вот, и, ваша мама, она имеет, как бы, ну, полное право не обеспечивать вас, потому что вы уже взрослая, вот, ну, то есть вам более 17 лет, вот, вот так вот, то есть вашу маму вам не изменить, но можно изменить то, что делаете вы, можно изменить ваше поведение, ваше отношение, отношение к ситуации, которую вы, условно говоря, описываете. Что касается того, чтобы припугнуть отчима, никак нельзя его припугнуть, кроме, кроме разной, что таких вещей, как, например, дойт, он, по сути, совершает, ну, уголовное, если не уголовное преступление, тем, что поменял пароль от личного кабинета Абербанка, чужого человека, то есть точно, ну, точно, по сути, ему не принадлежит. Вот, так что это, только это можно. Но, опять же, это все справедливо будет только в том случае, если, допустим, если, к примеру, ваша мама сама решит что-то делать, вот, поскольку она, скорее всего, не будет делать ничего, вот, ну, то, соответственно, ваш отчим, он чувствует себя, по факту, по факту он чувствует себя, ну, полная безопасность, вот, и он не будет бояться, он не будет бояться, до тех пор, пока мама ваша, ну, не будет давать ему опору. А опору, ну, она, судя по тому, что вы описываете, да, она не дает ему опору, никакого. Это грустно, это очень печально, но это, это правда, она никакого опора не дает. И, пока мама не проявила свою силу, вот, очень будет думать, что то, что он делает, он делает это, ну, как бы, правильно, вот, и он будет действовать таким образом. По поводу брака, я бы здесь, конечно, разобрался более подробно, вот, почему брак, ну, почему брак распался, вот, вот, почему продолжили, продолжили жить вместе, если брак распался, вот. Вот это, мне кажется, кажется, очень, такая важная история, это очень важный момент, мне так видится, вот. Вот, вот, маму вашу не образует никак, потому что у нее нет мотивации, знаете, вот, у нее, вот, вы, да, это недостаточно мотивации, то есть, она может, отказать вам, да, отказать там, в том, чтобы, что-то вам приобрести, она может вам это, что-то, в этом отказать. Вот. Ради, ну, ради отчима, по сути. Вот. Почему так происходит? Ну, потому что у нас не сложились с ней какие-то, вот, видимо, тёплые отношения. Вот. Раз она относится к вам так. И если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, то вам, наверное, нужно постараться завоевать её доверие. То есть, сделать так, чтобы вы стали ей ценной. Вот. А чтобы стать ценной для мамы своей. Вот. Ну, я так думаю, что нужно разделить её интересы. Вот. Нужно, чтобы она увидела вас, чтобы она перестала видеть в вас кого-то, с кем она находится в конфронтации и увидела вас с человека. Вот. Поэтому, возможно, имеет смысл по-другому с ней. Немножечко обшёлся. Вот. Возможно, имеет смысл сменить как раз свой подход к маме. Вот. И, если вы поменяете свою тактику, да, свою модель поведения, вот, с ней, по отношению к ней, то, возможно, ситуация будет несколько лучше. Вот. Вот. Но уже сейчас имеет смысл учиться полагаться на себя. Вот. Как бы там ни было. Вот. Ну и треугольник. Карпманам. Как я уже сказал. Обязательно изучите треугольник. Вот. Это вам пойдёт на пользу. Это вам поможет. Вот. Вам возможно, если вы, вот, избавитесь от, вот, лишних эмоций, да, которые вы сейчас испытываете, переживаете, вам будет легче с этой ситуацией справиться. Вот. Вот. Такой вопрос. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его очинку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.